Нынешняя зима, хоть и началась во второй половине января, но была настоящая снежная и морозная. Про коньки и лыжи вспомнили даже те, кто много лет на них не вставал. А видновские футболисты клуба ветеранов, чтобы не терять форму в несезонное время, взяли в руки клюшки и вышли на лед. Каждое воскресенье они собираются на стадионе Металлург, чтобы сразиться в хоккее на валенках. Продолжим тему в нашем сюжете. Ох и странный этот хоккей. На ногах вместо коньков в валенке гоняют не шайбу, а теннисный мяч, а на поле не 12, а гораздо больше игроков. Азарты игрокам не занимать, ведь увлеченность дворовыми видами спорта у них еще с детства, когда воротами служили ящики из-под бутылок, а игровым полем был любой двор. В своей лиге были, там проспект Советская, Гаевская, Украине она называлась. Своих Орламова, Мальцевы, Якушевы, Зингеры, Эспозита. И вот ребята эти отслужили в армии, пришли, а я служил в Заполярье, там снег выпадает рано, в сентябре. Ну вот решил там попробовать, купили клюшки и в свободное время играли в хоккей. Я приехал, рассказал здесь своим друзьям, все поддержали идею. В 1984 года, каждый снежный день, мы до 1994-го 10 сезонов отыграли. На какое-то время зимний спортивный азарт затих, играть перестали, но позже хоккей на валенках возродился. И уже восьмой сезон, теперь уже ветераны гоняют мяч по льду, метя в ворота противника, с которым в футболе на одной стороне поля. Один из игроков, Анатолий Суботин, считает, что в хоккее важную роль играет хорошая реакция. Скорость принятия решений, чтобы не упасть, потому что ведь скользко, поэтому, естественно, координация движений, но люди все, ну, скажем так, не совсем молодые. И опять же, почему больше народу быстрее думать нужно, потому что если ты будешь медленно думать, то шайбу отберут у тебя. В этом году было отыграно уже девять матчей. Правда, временные нормы валеночные хоккеисты тоже не соблюдают. Как правило, играют дольше. Хотя перед матчем частенько приходится поработать лопатами для себя и для тех, кто придет на каток после. Если есть снег, мы чистим любой снег. Любой снег. Потому что родина – это не карта в кабинете географии. А родина – выходишь из квартиры, уже родина. И в квартире родина. Чем бузить взял лопатку и почистил снежок, мы же в северной стране живем. Потому что я горд вами, ветераны! Эта игра – одна из завершающих в сезоне. В конце марта спортсмены поедут в Петрозаводск на турнир, посвященный столетию карельского футбола. Можно не сомневаться, сыграют хорошо. Ведь это люди, для которых отдых – это не диван или телевизор, а хоккей или футбол с любимой командой. Татьяна Брылова, Сергей Ларин. Видное ТВ.